Псалом 106. И не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. Ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и довозвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую, за нечестье живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую, в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умоляет. Уменьшились они, и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестье заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Евангелие от Луки Глава 18 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай Отца твоего и Матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил Я от юности Моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной». Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним и оскорбят Его и оплюют Его и будут бить и убьют Его и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу! Книга Иисуса Новина Глава двадцать третья Спустя много времени, после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицем вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленом вашим, все народы, которых я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бечом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душею вашею, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которое говорил о вас Господь, Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь, Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим Богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Книга Иисуса Новина Глава 24 И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам, но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона и поразил Египет язвами, которое делал я среди его и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта и вы пришли к Черному морю, тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу и Он положил тьму между вами и египтянами и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне и привел я вас к земле Амареев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши и вы получили в наследие землю их и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Мавицкий, и пошел войною на Израиля и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амареи и Ферезеи и Хананеи и Хиттеи и Гиргисеи и Евеи и Иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Амарейских. Ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам земли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, не возможите служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог гривнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали, свидетели, итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия. И взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу, «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе его удела в Фомнаф сарай, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сыновья Мора, отца Сихемова, за сто монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. КОНЕЦ